Школа семьи И один из выводов, который мы сделали, что в начале общения, оно было дано нам Богом. Слова, общение, это Божий дар был для нас. И это вообще умение говорить, оно и, наверное, несет в себе некий образ и подобие, который мы имеем, как люди, созданные Богом по Его образу и подобию. И мы с вами отметили, что произошла одна вещь, которая разрушила общение. Кто начал еще говорить с людьми? Они не только говорили с Богом, не только говорили друг с другом, но дьявол пришел и тоже начал говорить. Оказывается, дьявол тоже умеет говорить. И вот, наверное, сегодня мы как раз тоже подойдем к этому моменту, потому что, когда мы говорим о первой семье, семье, которую создал непосредственно Бог, сотворив Адаму помощника, соответствующего ему. Вот если вы читаете Бытие, вторую главу, вы знаете, можно было бы сказать, Адам, когда увидел Еву, у него в забу дыхание сперло. Он потерял дар речи. Помните, он, это кость от кости моей, это плоть от плоти моей. Он даже, у него еще отца и матери не было. Но он уже на будущее всем, отцам и матерям сказал благословение, что когда муж найдет себе жену, от которой у него будут вот такие эмоции, он от вас уйдет просто, от родителей, от отца и матери, потому что прилепится к своей жене. И мне кажется, что вот их первая семья, мы не знаем, сколько они прожили до греха падения, количество лет нам не поддается подсчету, но они прожили какую-то часть жизни вот в таком идеале, не правда ли, да? В идеале, ну, можно так сказать, медовый месяц. Наверное, все пары, которые, молодые люди, парни, девушки, когда они создают семьи, они мечтают об идеале. Что это будет вот что-то такое. Я как пастор, когда провожу консультации, вот предсвадебные, да, там, предпомолвочные, или там еще какие-то с молодыми, они всегда так, ой, мы никогда ругаться не будем. У нас вообще все будет хорошо. Я иногда боюсь вот как-то их разочаровать, потому что если я скажу, то вы будете ругаться, обычно, знаете, как говорят, ну что вы, пастор, такой, есть такие особо духовные, зачем вы нам проклятие посылаете. Но вот я из своей жизни вспоминаю, что когда мы поженились, это был 96-й год, вы знаете, первые несколько месяцев у нас была, ну, медовый месяц закончился, он почему-то закончился быстро, и началась война. И вот это мы поженились в августе 96-го, а в феврале 97-го я на месяц уехал в Южную Африку. И вот только тогда я понял, насколько для меня ценна семья, что насколько мне, ну, нужна жена вообще, что это не просто человек, с которым я, ну, там, в одну квартиру делю, а это человек, который вот действительно стал неразрывно связан со мной, одна плоть. И после вот этого расставания что-то поменялось, хотя еще были и бывают моменты, когда мы с чем-то не согласны, и мы спорим, мы обижаемся. Но я не боюсь этого сказать, мы научились прощать. Наверное, потому мы и прожили 22 года. И прожили не так, что, знаете, есть семьи, которые живут и по 40 лет, но в разных комнатах. Они никогда не общаются, у них нет ничего общего. Они не разводятся только потому, что в церкви нельзя разводиться. Но у них, по сути, уже нет семьи, потому что нет общения, или оно разрушено обидами, непрощением, неприятием друг друга. И вот в первой семье, в семье Адама и Евы, тоже произошел такой кризис. Дьявол не только стал говорить и обманывать их по отношению к Богу, но в третьей главе книги «Бытие» мы читаем, что змей, который был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь, он сказал жене и направил на самом деле ее сердце, а в последующем и сердце ее мужа Адама, не только против Бога, но на самом деле и против друг друга. Посмотрите, очень много, наверное, на эти слова Адама и Евы, можно сказать, проповеди, их даже говорили, эти проповеди, когда Господь возвал к Адаму, это мы читаем 9 стих 3 главы книги «Бытие», когда возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я слышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. А дальше он говорит, обращается к жене, и жена говорит, это змей. Посмотрите, что произошло? Я думаю, что в первой семье произошло то, что на самом деле начинает разрушать и сегодняшние семьи. Происходит потеря доверия. Происходит потеря вот тех отношений, открытости к друг другу, и мы начинаем искать виновных. Кто виноват? Одно из последствий, прямо первых последствий греха, который вот возникло, видимое такое, да, они ведь еще, может быть, даже и физической смертью не умерли, но уже эгоизм, а порождение эгоизма, это и неприятие, и ненависть, и обвинение, и непрощение, они вылились снаружи. Это жена. Не я виноват, жена виновата. А жена говорит, не я виновата. Ну ладно, на мужа уже нельзя было списать. Это дьявол виноват, он вообще всех нас попутал. И мы очень часто вот приходим к такой точке в своей семейной жизни, когда мы разрушаем доверие, когда мы, принося друг другу боль, мы рушим то, что может связывать нас на долгие-долгие годы. Я бы сравнил доверие как со стеклом. Вот с одной стороны, знаете, стекло, оно призвано защитить, да, наш дом или какое-то место от внешних каких-то проявлений. Оно пропускает свет, оно какую-то пользу приносит, да, оно защищает нас от грязи, пыли. Но с другой стороны, стекло, ведь оно очень хрупкое. Кинь кирпич, и стекло что? Оно развалится. Вот доверие, оно также призвано защищать наши отношения. Вот эти отношения, когда мы их выстраиваем, открывая свое сердце друг другу, доверяя друг другу, принимая друг друга, как Адам говорит, это кость от кости моей, это плоть от плоти моей. То есть он же понимал, что это его часть, эта женщина, она не просто посторонняя, откуда-то там взялась, пришла, помните, как в старом советском фильме, он говорит, я как представил, что она будет туда-сюда ходить и маячить всю жизнь. Ну, он в Ленинград улетел. Мы принимаем друг друга, если мы хотим построить истинную семью, мы принимаем друг друга, как что-то от себя, свое, это часть меня. Кость от кости моей, плоть от плоти моей. Но эгоизм разрушает, как вот этот кирпич и камень, брошенный в окно, разбивает стекло, так наше неприятие, измена, какая-то боль, а иногда даже вещи, которые, ну, могут быть не такими уже кардинальными, да, не изменили друг другу за всю жизнь. Мы жили, ну, вот как бы, несмотря на других, там, мужчин и женщин, мы хранили верность друг другу. Но очень часто есть такие маленькие, подколки какие-нибудь, мелкие обиды, мелкие какие-то вещи, которые мы, ну, уже даже на них внимания не обращаем, но они, знаете, на стекле, как есть грязь еще, она накапливается со временем, и оно не выполняет ту главную функцию, пропустить свет в ваш дом. Вот то же самое происходит с некоторыми семьями. А я думаю, что каждая семья, она проходила такие моменты. Вы не изменяли друг другу, но вы обижались друг на друга, вы, может быть, в какой-то момент говорили грубые слова друг другу, вы предпринимали какие-то действия, которые унижали вашего супруга или супругу. Это казалось мелочью, но впоследствии это обратилось к тому, что брак, он стал не таким, каким он был в начале. Он не стал приносить удовлетворения. Приход домой для некоторых становится, знаете, тяготным. Они убегают из дома, они убегают из семьи, они, говорю, они не пытаются развестись, они пытаются хранить какую-то внешнюю, вот эту часть такой христианской семьи, в собрании приходят, сидят вместе, улыбаются. Но между ними есть война. Она незримая. Она часто бывает неоткрытая. Но это война неприятия, внутренней обиды, внутреннего непрощения. И как раз много книг посвящено. Вообще я удивился, знаете, давно это, правда, было, когда приходишь в книжный магазин христианский. Знаете, каких книг там больше всего? Ну, один из разделов, где книг больше всего, это книги о браке и семье. Написано столько книг, а проблем меньше не стало. Не правда ли? Мы вот сегодня рассматриваем, например, когда-то начинались наши церкви в начале 90-х годов, мы гордились, что у нас нет разводов. Мы так, ну, и семей было мало, да, еще и так. А сейчас мы уже иногда пытаемся, когда общаешься с пасторами, спрашиваешь, как у вас там семьи и так далее, некоторые даже эту тему не затрагивают, потому что бывает очень печально признать, что статистика разводов сегодня, она удручающая, причем это в церквях. И я вот как пастор имею такое вот отношение, общение с людьми у себя в церкви, где-то приезжаешь, люди подходят, задают вопросы. Вы знаете, я заметил одну вещь. Большинство разводов, они не связаны с изменой вообще. На самом деле, разводов из-за измены кого-то из супругов, их не так много. Но чаще всего разводы связаны, он меня разлюбил, она себя не так ведет, как я ожидал, она вот такая, а он вот такой. И у людей начинаются претензии к друг другу. Они допустили обиду в сердце, которая начинает разрушать их отношения. И когда они пытаются что-то сделать, они не приходят к тому главному, к чему призывают на Священное Писание, к чему призывает нас Господь. Исцеление от обиды, оно включает в себя очень важный пункт, который нельзя пройти. Это пункт прощения. Вообще, прощение, это не только касается семьи, это вообще общихристианское направление жизни. Если мы в церкви друг друга не прощаем, то я не уверен, что наши церкви будут благословенными и сильными. Если мы где-то в отношениях с братьями и сестрами выстраиваем вот на той же обиде, неприятии, а некоторые принципы, которые я буду говорить сегодня, они относятся не только в отношениях между мужем, женой, родителями, детьми, они вообще относятся к нашим отношениям друг к другу, как к церкви. В одной книжке я прочитал такое свидетельство, я его зачитаю, один муж, он пишет о своем браке, ну, уже бывший муж, пишет, почему их брак распался. Наш брак не был адом для нас, он просто высох. Мы с женой не ненавидели друг друга, мы просто друг друга достали. За годы у нас накопилось множество мелких, невысказанных обид. Наш брак стал механизмом, который был так разъеден мелкими разочарованиями и пустячным недовольством, что его части перестали взаимодействовать. В книге «Песни и песни» 2 глава 15 стих есть такое местописание. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградник, а виноградники наши в цвете». Вот очень часто некоторые мелкие вещи, на которые мы не обращаем внимания по причине того, что они не кажутся нам какими-то такими глобальными, но эти мелкие вещи, обидный разговор, колкое слово, замечания, сказанные с резкостью, постоянные какие-то придирки, недовольство, постоянное ворчание, какие-то вещи, высказывания друг другу, да, особенно, знаете, так любят, вот, ты вся как твоя мать, а ты как твой отец, ты такой вот, или там, ты не умеешь детей воспитывать, или еще какие-то, и кажется, знаете, мы думаем, ну это вот мы сказали, и все это прошло. Но именно вот эти лисенята, они проникают в корневище отношений и разрушают их. В мировой истории было очень много разных ярких примеров, когда из-за вот таких вот мелких придирок или каких-то недовольств разрушались семьи, которые казались прекрасными. Во Франции был император, Наполеон III его, по-моему, звали, у него жена была, красавица неимоверная просто, все на нее заглядывались, а Наполеон III вынужден был сдаться немцам в плен, потому что он готов был уйти из своего дома, только быть плененным своими врагами, только чтобы не жить с этой женщиной, потому что она его достала. Мы смотрим сегодня на свою семью, насколько в нашей семье, в наших отношениях мы готовы обратить внимание на какие-то мелочи, чтобы сделать свой выбор. Ведь на самом деле выбор всегда за нами. Мы или позволим гноиться вот этим ранам обиды и непрощения, или мы встанем на путь, который принесет нам исцеление. Мы очень часто говорим о том, что мы не способны, на самом деле мы способны, потому что апостол Павел написал в послании римлянам, мне очень нравится это место Писания, оно обезоруживает. Римлянам 5 глава, там написано, но Бог Духом Святым излил любовь в наши сердца. Бог Духом Святым излил любовь в наши сердца. Способность любить, она не рождается в нас только какими-то человеческими воспитаниями. Способность любить для нас с вами, верующих, это еще и возможность принять от Духа Святого эту благодать, преодолеть вместе с Богом во Христе эти препятствия жизни. Я иногда удивляюсь, опять же, проводя консультации, у нас же, у верующих, в наших семьях, есть величайшее благословение. Это наша вера во Христа Иисуса. Но мы используем эту веру, мы обращаем внимание на то, что мы христиане иногда в последнюю очередь. Мы решаем какие-то проблемы жизни с позиции внешних каких-то психологических моментов, обид, еще чего-то. И мы только в последнюю очередь задумываемся о молитве, о влиянии Слова Божьего на нашу жизнь и о том, чтобы Христос начал работать с нашими сердцами, преображая их. Дорогие мои братья и сестры, вы все здесь сидите, христиане. Я думаю, что в четверг обычно на собрание сходят самые такие верующие. Посмотрите сегодня на свою семью. Является ли Христос центром вашей семьи? Может быть, молодые люди, которые думают о создании своей семьи? Центром наших семей является не наш эгоизм, не наша личность. У нас есть великое благословение. Центром наших семей становится Христос. Потому что мы соединены не только друг с другом, мы в первую очередь соединены с Ним. В Нагорной проповеди, я хочу ее сегодня взять за некоторую основу наших размышлений, 5 глава с 21 стиха. Мы прочитаем достаточно большой отрывок, 5 глава с 21 стиха и до конца этой 5 главы. Вообще, о Нагорной проповеди есть очень много споров. Некоторые говорят, что она не касается нас сегодня, современных верующих. Потому что жить так, как написано в Нагорной проповеди, это вообще никому невозможно. И некоторые толкователи, описывая свои размышления об этой проповеди, говорят, ее надо сегодня трансформировать с позиции современных отношений, взглядов и так далее. Но мне на самом деле кажется, что Нагорная проповедь – это вообще конституция христианства. Вот как основной закон. Потому что если мы не будем понимать принципы, которые заложил Христос здесь, в самом начале своего служения, в этой Нагорной проповеди, нам будет очень сложно определить ориентиры, которые будут направлять нашу жизнь. Мы можем придумывать эти ориентиры, беря их где-то извне, или трансформируя под себя основание Божьего Слова. Но вот то, что здесь сказал Христос, я думаю, это живо и действенно до сегодняшнего дня. Давайте прочитаем. Матфея, 5 глава, 21 стиха. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. И кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Сказано так же, если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенный, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не переступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя дай, и от хотящего знать у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вообще, слава Богу за эти слова. Они могут быть жесткими для нас сегодня. Они, возможно, не вмещаются в нашу философию жизни. Возможно, они противоречат некоторым принципам, которых нас учили раньше или сейчас. Но на самом деле, в заключении этой главы, вот в 48 стихе, Христос говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вообще, суть нашей христианской жизни – это пройти, это наше поприще к этому состоянию совершенства. И это касается и наших семейных отношений. Ни один брак не создается совершенным сначала. Но совершенство семейной жизни, оно выстраивается день изо дня, неделя за неделей, год за годом. Когда мы, проходя, возможно, даже через то, что описано здесь, а некоторые семьи проходят через вот это первое состояние убийства, когда они в гневе, гневаются друг на друга, обзывая и ненавидя друг друга. Кто-то иногда даже становится врагом. Враги человеку, домашние его. Кто-то, может быть, переживает прелюбодеяние и разрушение семейных основ, но Христос призывает нас, чтобы мы нашли в этом слое, в этом откровении для себя путь к изменению своего сердца, к путь перемене своего мышления. Он ссылается на то, что было сказано. К его времени фарисеи и книжники на самом деле извратили то, что было сказано вначале. Они толковали Слово Божие в угоду той философии мысли, которая была в их жизни. Они извратили все, и заповедь убийства, и заповедь прелюбодеяния, и заповедь о отмщении, и заповедь о клятве. Они все извратили. И поэтому, когда Христос приходит и говорит, вы слышали, что вам сказано? А я говорю вам. И вот сегодня я хотел бы, чтобы в этом месте отрывки из Священного Писания мы увидели несколько вещей, которые являются врагами наших отношений. чтобы мы выявили эти подводные камни наших браков, общение ли это, жизнь ли это наша, чтобы мы увидели то, что нам здесь показывает Христос, увидели в своем сердце. Могли, может быть, после сегодняшнего собрания поговорить со своими мужьями и женами, поговорить честно и откровенно, что сегодня портит наши отношения. И первое, на что обращает наше внимание Слово Божие, вот здесь Христос, в этом отрывке из Нагорной проповеди, Он обращает внимание на гнев. Первое, что вообще возникает у человека после того, когда ему причинили какую-то боль, это гнев, это реакция. Реакция наша защитная на то, что с нами произошло. Если боль сама по себе, это какие-то внутренние ощущения, то гнев, это практическое проявление вот тех, того внутреннего состояния, которое, оно, ну, бурлит во мне. И я выливаю его наружу. Боль, она может быть касаться лично меня, а гнев, который я выливаю, он начинает касаться тех, которые рядом со мной. И посмотрите, что на самом деле делает гнев. Он начинает разрушать те отношения, которые будут или есть между нами. Посмотрите, как Христос говорит в 21 и 22 стихи. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Очень часто здесь обращают внимание на второстепенные вещи, что нельзя говорить там рака, безумный, дурачок и так далее. Конечно, это неприятные слова, но здесь речь идет не только и нисколько о словах, а о реакции, которые вызваны эти слова. Почему вообще мы произносим эти слова? Что они несут в себе? Чем они вызваны? Можно констатировать факт. Знаете, мне кажется, психиатры или там вот эти, ну кто связаны с психическим здоровьем, они бы нарушали эту заповедь сплошь и рядом, потому что они работают с психически отсталыми людьми, там они принимают иногда разные, безумные говорят и так далее, да, к человеку больному. Но мы понимаем же, что они констатируют факт, давая диагноз тому, что происходит с человеком. И здесь Иисус говорит вообще не об этом, Он говорит, и здесь смотрите, гневается на брата напрасно. То есть вот та боль, которую нам причинили, она выливается в реакции. В животном мире есть два животных, которые очень похожи на как раз вот реакцию, которая у нас вызывается болью. Это одно из этих видов, это носороги. Знаете, когда носорогу причиняют боль или он чувствует опасность, он молчать не будет, как говорится. Носорог очень агрессивное животное. Если вы заходите на его территорию, он чувствует опасность, вы об этом узнаете сразу же. Он начнет издавать определенные звуки, и очень часто он просто бежит, и скорость носорога, она не маленькая, кажется, он такой огромный, но он летит, и своим рогом он сбивает, и сшибает все. То есть вы увидите такой носорог, он не терпит, он пух, и все все знают. А есть другое животное, ежик. Что делает ежик, когда он чувствует опасность? Он сворачивается сразу же в клубочек. Он, знаете, как бы замыкается в себе, он выпускает эти иголки, чтобы никто не подошел к нему близко. Вот эти два животных, они напоминают человеческую реакцию вот этого гнева. С одной стороны, мы можем сразу же выплеснуть свой гнев. Обычно люди делятся, ну как бы психологи посчитали, пополам, 50 на 50. 50 процентов вот здесь сидящих всего где-то носороги, 50 процентов это ежики. Есть люди, которые, вот вы им сделали больно, обидели их, причинили какую-то неприятность. Вы об этом узнаете вот буквально тут же, мгновение, и вы все, все вам выскажу, кто вы, и что, и так далее. А есть люди, которые, они закрылись. Они спрятали боль где-то внутри, они не подпускают к себе. Это реакция, чтобы человек уже не причинял больше боль. И ежики очень часто думают, что они более такие, ну как бы они держат себя в руках, вот они более так сдержаны. На самом деле, это одинаковая реакция гнева. С одной стороны, этот гнев просто выплескивается наружу, а с другой стороны, он закрыт. Еще неизвестно, что хуже. И вот здесь нам Христос говорит, посмотрите, а что мы делаем? Что происходит с нами, когда мы переживаем это? Я, наверное, носорог в своих отношениях, да, и я помню, один раз это было, больше такого не повторялось, это был урок навсегда. Но вот чем-то меня Женя достало. Ну, были на кухне, и что-то делали, а я повар по образованию, и мне надо все быстро, я знаю все. Вот что-то она там, я сейчас уже подробностей не помню, но она что-то делала не так, и я психовал, и все. И я бросил доску, она разбилась пополам, половник, ну не в нее, я на пол все это разбил, я схватил одежду, и я ушел. И я ушел, а потом думал, нежно, мы надо возвращаться. А что я скажу? Я сейчас вообще там, не знаю, вот в таком гневе был просто. Можно было бы прийти, знаете, так сделать вид, что ничего не случилось, все нормально. Но ты понимаешь, что если ты сейчас переступишь порог, как прежде уже не может быть. Нужно что-то сделать, чтобы было как прежде. Второе, что нам говорит Христос, я потом скажу практически, как нам преодолеть все это, давайте сначала выявим проблемы. Итак, гнев. Следующий шаг. Если мы оставляем при нас вот эту боль и гнев, следующая наша реакция будет ответить ответчику тем же. Мы начинаем мстить по-разному, месть бывает разный. Боль за боль, оскорбление за оскорбление, отвержение за отвержение. Мы хотим отплатить той же монетой, которую получили в свой адрес. И Христос об этом говорит, смотрите, в 38 стихе. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящего у тебя дай. И от хотящего знать у тебя не отвращайся. Это тоже естественная реакция, вызванная вот тем греховным состоянием нашего сердца. Когда мы принимаем боль и мы храним эту боль, храним этот гнев в себе, наша реакция может быть выливаться по-разному. И одно из проявлений это отомстить. Как это ни странно звучит, но очень часто мужья и жены, они изощренно мстят друг к другу за причиненные обиды и боли. В мировой истории было очень много тоже примеров, как целые народы, государства, они исчезали с лица земли по одной причине, что они месть воздвигли в состояние каких-то вообще отношений. Я недавно прочитал историю. В Греции есть район, называется Мани. Это самая южная конечность острова Пелопонез. И сегодня это практически нежилое место. Там очень мало населенных пунктов, но там очень много развалин. То есть это показывает то, что там раньше люди-то жили. Это было такое, хотя и жестокое место, там очень много скал и пустынных мест, но в то же время люди все равно там жили. И там остались деревни. И в этих деревнях, вот в развалинах, очень интересные дома. Дома построены в виде башен. И история рассказывает о том, что люди, они начали враждовать, они строили себе дома башнями, и башня должна была быть выше, чем у соседа. Знаете, с какой целью? Чтобы можно было в соседа кидать камнями и горящим маслом, мща ему за все то, что он сделал в ваш адрес. И они строили, вот ты построил высоко, тот еще выше. Это было во времена, там уже где-то в промежутке между византийским и османскими вот этими периодами Греции. И они дошли до такого состояния, что они просто уничтожили друг друга. Деревни уничтожались одна за другой, потому что люди настолько возвели вот эту вражду и месть в ранг какой-то жизненной философии, что они разрушали собственные дома, собственные поселения. И сегодня там практически никто не живет, и только памятники этих разрушенных башен. На самом деле сегодня очень много семей, которые живут по такому же принципу. На обиду не воздвигают еще большую обиду. Мужья или жены, они пытаются отомстить друг другу так, чтобы навсегда запомнить это. Но это верный путь к тому, чтобы семья начала разрушаться. Еще один момент, который нам нужно увидеть здесь. Боль порождает гнев, порождает ответную реакцию, а боль также порождает еще и страх. Мы боимся, что нам опять сделают больно. Знаете, одна из причин, почему люди не готовы, они говорят, что они не готовы прощать, потому что они боятся, что снова их обидят, и снова нужно будет проходить через то же, что они проходили. Это страх. Страх повторить ситуацию. Страх пройти через то, что ты уже прошел, через вот это унижение и так далее. И это по-человечески, можем сказать, это оправдано. Действительно, да, этот страх, вот он вызывается психологическими вот этими давлениями и так далее. Это как бы самозащита. Но Иисус, смотрите, говорит 43 стиха. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Иисус говорит, как бы противопоставляет страху другое состояние, любовь. Помните, у апостола Павла есть слова, у апостола Иоанна есть слова, да? Любовь побеждает всякий страх. Клайв Льюис написал такие слова, я прочитаю их. Любить всегда означает быть ранимым. Кого бы вы ни любили, ваше сердце будет выжато, как лимон, и, возможно, даже будет разбито. Если вы хотите сохранить себя, вам ни в коем случае нельзя отдавать свое сердце никому, даже животному. Аккуратно упакуйте ваше сердце в оберку из различных хобби и маленьких радостей. Избегайте любых ловушек под названием любовь. Заприте его, получив саркофаг или гроб своего эгоизма. Но в этом гробу, таком надежном, темном, неподвижном, затхлом, ваше сердце изменится. Нет, оно не разобьется. Оно станет не бьющимся, не проницаемым, не спасенным. На самом деле, любовь – это действительно открыть свое сердце для ран. Но в том-то и суть любви, что любовь побеждает и дает исцеление этим ранам. Еще один момент, который мы должны отметить, говоря о причинах, которые возникают, или которые, почему нам нужно просить прощения, что же такое происходит. Четвертое, что Иисус говорит, мы несем свою вину. Боль порождает гнев, она порождает месть, она порождает страх, и как результат она порождает вот это состояние вины. Если вы хотя бы раз в своей жизни кого-то не прощали долгое время, вы чувствуете, как ваше сердце загромождается виновностью. Вы начинаете сами себя ощущать виноватым. Дьявол начинает обманывать, повергая вас в это состояние. Это так происходит на самом деле. Ты думаешь, что ты никого не обидел, это тебя обидели, ты вот такой король восседаешь, на троне своих обид, своего непрощения. Но на самом деле, это вырабатывает в своем сердце состояние вины, потому что ты же читаешь Божье Слово, и оно обличает тебя, говоря о прощении, причем в безусловном прощении. Прощайте, как и Христос простил вас, да? В Нагорной проповеди, там дальше в 6 главе, Иисус оставляет нам пример молитвы, Отче наш, и мы молимся, Отче наш, а дальше там, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А потом мы остаемся, говорим, мы лицемерили, и мы чувствуем себя виноватыми, и понимаем, что наша молитва, она какая-то сухая, выжатая, потому что мы виновны. Посмотрите, как Иисус говорит здесь с 23 стиха 5 главы Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди, и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вот это состояние судилища. Мы переживаем из-за нежелания встать на путь прощения. И мы подходим к следующему, к тому, как практически. Вот мы выявили четыре последствия боли, которая нам может быть принесена в отношениях. Это может быть вызвано, эта боль может быть вызвана разными делами, я еще раз говорю, я сегодня в большей степени говорю даже не о физической измене, которая совершается между супругами некоторыми. Я больше говорю сегодня о таких мелочах, как слова, какое-то поведение, какое-то неприятие, какие-то придирки, которые мы часто выстраиваем друг к другу. Вот мы на это не обращаем внимания, но они также порождают боль, обиды, которая разрушает наши отношения. И опасность вот таких скрытых, неисцеленных, старых ран можно сравнить вот с минными полями. Знаете, после войны очень часто остаются заминированные какие-то места. Этих мин не видно. Но многие люди гибнут уже после войны, потому что они вступают на такое минное поле или заминированную территорию, и они лишаются жизни. Для многих из нас семьи превращаются в минное поле, где заложены вот эти старые, погребенные там, мы как думаем, мы их где-то внутри себя спрячем, закроем эти обиды, мы не вынесем их наружу, мы ни с кем не будем об этом говорить. Я вообще с ним, с моим мужем бесполезно это обсуждать. А моя жена, она вообще не понимает мужчин. Часто приходится такое слышать сегодня. И мы пытаемся скрыть эту боль внутри, а в итоге эта боль превращается в мину, которая однажды может взорваться. Взорваться так, что разрушит наш брак. И снаружи он может выглядеть приятным и красивым, но внутри он опасен. и там нужно написать осторожно, заминированно. Люди нуждаются сегодня в исцелении, потому что, знаете, вот такая скрытая обида, спрятанная обида, она ведь на самом деле приводит к тому, что отношения не превращаются в такой лед. Они превращаются в какую-то мертвенность. Вы перестаете быть откровенными друг с другом. теряется вот это доверие, стекло жизни начинает засоряться этой грязью. Вы все больше начинаете видеть в вашем супруге или супруге какие-то недостатки. И это, знаете, как снежный ком все больше и больше и больше и больше. Сегодня это начинается с одной какой-то вещи, а завтра вы уже тянете целый груз, целый ввоз всего того недовольства, всех тех обид, которые накопили за годы совместной жизни. Некоторые говорят, знаете, лучший способ надо развестись, наверное. Но интересно получается, что люди, которые разводятся по причине вот таких вот обид, они эти обиды несут в следующую семью. Потому что то, что не исцелилось внутри, оно перейдет дальше. И ты будешь нести этот груз и это ничего не изменит и в другой семье. Потому что суть-то перемен кроется не в том, чтобы убрать со своей дороги человека, на которого ты обижен. А суть-то заключается в том, чтобы преодолеть эту обиду прощением, преодолеть это состояние гнева той любовью, которая поселена в сердца наши Духом Святым. Апостол Павел в послании Ефесиным 4.26 говорит, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Очень важно, чтобы мы помнили вот это состояние, которому призывает нас апостол Павел, чтобы солнце не зашло. Тоже есть много разных толкований, надо помириться до захода солнца и так далее. Но мне кажется, здесь образ заключается в том, что заходит солнце, это заходит та возможность вообще что-либо изменить. Знаете, есть такие моменты, как точка невозврата она называется, после которой уже что-либо изменить невозможно. Особенно это опасно в авиации, когда самолет пересекает вот эту точку, заходя там по ошибке пилота или еще что-то, он уже не может выйти из, когда там закручивается или падает из пике, и уже вернуть нельзя, он упадет точно. Вот многие доходят до такого состояния, у них солнце заходит, они прошли эту точку невозврата, когда уже изменить что-либо нельзя. Я хотел бы призвать сегодня нас здесь и тех, кто будет смотреть потом в интернете эту проповедь или смотрит ее сейчас, чтобы мы посмотрели на свой брак и не допустили дойти до этой точки невозврата, чтобы мы вовремя услышали сегодня эти слова священного Писания, где Христос призывает нас обратить внимание на состояние прощения, чтобы мы поняли, мы должны простить. Знаете, это наш долг, обязанность простить. В послании к Колоссинам 3 главе апостол Павел пишет 12 стиха «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Слово Христово довселяется в вас обильно со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Как интересно, апостол Павел связывает вот это состояние благодарности Богу во всем и состоянием семейной жизни. На самом деле, путь, который нам показывает Священное Писание, он не такой легкий путь. Путь прощения, примирения, он может оказаться болезненным, потому что нужно переступить через свое Я, а оно, оно с боли уходит вообще. Эгоизм это такая вещь, которая цепляется клещами в сознание, в сердце, в слова, в поступки, и чтобы вырывать его, иногда приходится проводить такую хирургическую операцию, лишать себя этой приятной возможности чувствовать себя обиженным и в то же время правым, требовать справедливости и забыть, что справедливость требует другого. Все, что делаете, делайте, как для Господа. Есть несколько моментов, которые помогут нам практически разобраться с болью. И здесь выбор за нами. Я еще раз говорю, мы выбираем, мы можем выбрать другой путь. Мы можем выбрать путь жить дальше в обиде. Мы можем выбрать путь хранить себя, как ежики или как носороги, прятаться за этой реакцией. Но есть путь, который дан нам Христом, дан апостолами, дан Словом Божьим. И первое, что нужно сделать, нужно поговорить. Вот мы возвращаемся к тому первому, о чем я говорил три или два там четверга назад, да, общения. Нам важно, чтобы мы разговаривали друг с другом. Иногда нам кажется, что скрывая боль, мы преодолеем эту боль. Но это не так. Конечно, разговор не должен строиться на принципе это ты, это ты, знаете, тыкать друг друга пальцем, обвинять. Или, например, я всегда первый прошу прощения. Я помню, у нас так было, мы всегда, это я так говорил, признаюсь, я всегда говорю, я всегда первый говорю, ну, прошу прощения. Мне Женя говорит, неправда. Вчера я просила прощения. Я думаю, да, правда. Мы пытаемся себя обмануть. Мы пытаемся даже вести разговор с позиции, я не помню, по-моему, мы говорили об этом в прошлый раз, с позиции, знаете, не рассматривая факты, а как бы транслируя их через свое восприятие. Мы уже для себя что-то решили, мы уже вот сделали выводы, и мы, говорю, мы правы. Но на самом деле разговор, это возможность открыть сердце друг другу. Разговор должен строиться с любовью. Слова должны пройти исцеление через Христа Слово стало плотью и обитало с нами. Мы должны понимать, что общение не для того, чтобы выявить, кто прав, и вынести свой суд справедливый и верный, но общение нам нужно для того, чтобы вскрыть причину боли, вскрыть причину того, что произошло. Апостол Павел пишет интересные слова, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Вот подход вообще в отношениях, когда мы пытаемся, как говорят, мы выясняли отношения сегодня, вышли такие красные, разъяренные, они еще больше друг другу наговорили до выяснения отношений. Почему? Потому что отношения начинали выяснять без любви. цель же увещевания любовь от чистого сердца, нелицемерной веры и доброй совести. Любовь, Христос в центре. Когда мы говорим друг другу что-то, мы должны прежде всего понимать, что мы Божие творение, мы оба перед Ним сегодня стоим, муж и жена. И у нас у обоих есть недостатки, которые на самом деле перед Христом одинаковые, перед Ним никто не прав, не виноват. Ну перед Ним вот знаете, как тот Адам и Ева встали перед Богом и поняли, что они оба ноги и ничего у них нет. Незачем спрятаться. Та праведность, которую я себе рисовал перед Христом, она превращается в ничто, потому что Он в любом случае будет праведнее всех нас вместе взятых. И когда мы смотрим друг на друга через Христа, наше общение будет строиться тоже по-другому. И общение, вот, назовем, да, общение для выяснения отношений, оно никогда не должно строиться по пути нагнетания. Цель должна быть исцеление. Любое, вот, любой такой разговор, он лишь для того нужен, чтобы увидеть, какая боль есть у вас, у вашего мужа или жены. Второе, нам нужно признать свою вину и исповедоваться. Очень часто мы идем по пути Адама и Евы. Это не я виноват. Это ты виноват. Ты первый начал. Если бы ты там промолчала, ты бы промолчала, все бы это не было, вот это ты, 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 ты. Ну, знаете, на самом деле зрелость, она в умении просить прощения. Зрелость в умении признать себя виновным, виноватым. Потому что на самом деле в любой боли, которая причиняется в семье, если мы понимаем, да, семью, как нечто единое, целое, двое станут одной плотью, вы понимаете, да, вы верите в этот принцип, что муж и жена, они становятся одной плотью, какая-то происходит мистическая вещь между ними, что они уже не, 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 они остаются мужчиной, женщиной, у них личности остаются, их личности, они могут свои интересы иметь и так далее, но происходит какая-то мистическая связь между ними, нами не разгаданная и никогда, наверное, не будет разгаданная, но эта связь соединяет их в одно целое. поэтому, когда в семье есть конфликты, там нет правых и виноватых, там всегда оба виноваты, там всегда оба несут ответственность, и беда-то заключается в том, что кто-то пытается себя сделать менее виноватым, а другого партнера сделать более виноватым, так вот, если мы говорим об истинном пути к прощению, нам не нужно искать виноватых, нам нужно признать свою вину, признать свою несостоятельность, свою неспособность в этом конфликте поступить правильно и попросить прощения, извиниться. Апостол Павел призывает нас в послании филиппийцам, вторая глава, мне нравится это место, посмотрите, и так, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или подчиславию, но по смиренно-мудрию один другого почитайте высшим себя, не о себе только каждый заботится, но о каждой и о других, и вот центральный пятый стих, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И дальше Павел описывает состояние этих чувств Христа. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Простить. Попросить прощения. Знаете, когда я смотрю на этот отрывок Писания, мне всегда вспоминается история перед Крестом. Вы знаете, там у Креста помимо разбойника покаялся еще один человек. Один из самых жестоких людей того мира. Римский сотник. Он был солдатом, выхолощенным, чтобы быть жестоким к порабощаемым народам. Он приносил, вот на этих крестах Он распинал не одну, наверное, сотню людей. Он всегда слышал ненависть и презрение по отношению к себе как к завоевателю. И его сердце должно было быть черстым. Он не должен был испытывать никаких эмоций, когда видел этих неримлян, этих людей порабощенных. А тут произошло все совсем не так, как было раньше. Тот, которого он распинал, он не проклинал его, он не обвинял его, но он сострадал ему. Эти слова Господа, которые были там, прости, ибо не ведут, что творят. Они вызвали в сердце этого сотника невероятную реакцию. Он, язычник, сказал о нем, о Христе. Этот человек был Сыном Божиим. Он увидел в нем что-то другое. Братья и сестры, это пример Христа всегда будет для нас примером. Мы не можем его спрятать или убрать. Мы не можем сказать, что это нам недостижимо. Но Христос для того и умер, чтобы мы и воскрес из мертвых, чтобы мы могли в нем увидеть того нового человека, нового, вот этой новой формации, которую Христос и желает нас изменить. В послании Ефесианам апостол Павел говорит, отвергните ветхого, прежнего человека и обрекитесь в нового, созданного во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Да, признать себя виновным это очень сложно, но это необходимо для исцеления наших отношений, любых, семейных, церковных или каких-либо еще. Когда вы общаетесь, не искать виноватых, а просить прощения, увидеть свою вину, признать ее и попросить прощения. И последний шаг это простить. Вы знаете, прощение это решение. Это так же, как и любовь. Очень часто любовь и прощение мы рассматриваем только с позиции чувств. Но для многих любовь это чувство. Только чувство. И для многих прощение это чувство. Я буду чувствовать что-то, вот я тогда прощу. Одни-то у меня чувств никаких, как я могу простить? Тоже с любовью говорят, что вот любовь это чувство, такие должны быть. Но на самом деле, прежде всего, любовь и прощение это решение. Я принимаю решение любить. Я принимаю решение прощать. Все остальное, оно вырабатывается как результат этого решения. Как уже следствие того, что вы согласились сделать. И прощение, оно часто не бывает связано с моими внутренними ощущениями. Первое, это мое решение. Я решаю простить. Я соглашаюсь простить, потому что к этому призывает меня Писание. Я не разбираюсь сейчас в чувствах. Они могут меня обманывать. Они могут сейчас говорить мне иное. Но Бог призывает меня простить. и я должен с этим согласиться. Я должен решить прощать. В Матфея 18 главе есть эта знаменитая притча о прощении. Помните? Про человека, которому господин простил огромный долг, а он не мог простить долг в один генарий, по-моему. И тогда Петр задал, ну, это вообще перед этим было, Петр задался вопросом, сколько вообще раз можно человеку-то прощать? Вот где она, та мера прощения, которую я могу соблюсти? Он называет цифру, да, до семи ли раз. Для них семь это было совершенство. А Христос возводит ее вообще в суперсовершенство. До семи раз, но до семидежды семидесяти раз. если сосчитать, это сколько там, четыреста девяносто, да? Ну, если уже скрупулезно, но четыреста девяносто это даже больше, чем каждый день, это по полтора раза в день надо прощать. Но Христос говорил не о цифре, Он говорил о принципе, вообще прощение это стиль жизни, это такое состояние нашей жизни, которое вообще должно быть с нами всегда. И Он ведь очень четко привязал это в конце вот этой проповеди, Он привязал это в 35 стихе Матфея 18 глава 35 стих. Он сказал Христос, так и Отец мой Небесный поступит с вами, а как? Как тот разгневанный господин, который бросил этого непрощающего человека истязателя, Он говорит, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему, согрешение его. Прощение это всегда показатель, что человек действительно возрожден, его жизнь изменена. Когда христианин отказывается простить кого-то, он делает себя судьей выше Бога и даже ставит под сомнение подлинность своей веры. Он выступил судьею. Но процесс, он будет запущен, когда мы встанем на путь прощения. Мы будем общаться, мы признаем свою вину, мы исповедуемся друг перед другом и мы простим друг друга. И апостол Павел в Эфессии нам 4.32 пишет, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. как и Бог во Христе простил вас. Вы знаете, всякий раз, когда я сегодня пытаюсь сохранить обиду в своем сердце, я скажу, что я не всегда способен простить сразу же. Но всякий раз Слово Божие меня обличает, вот здесь особенно апостол Павел говорит, как и Бог во Христе простил вас. Если я претендую на Христово прощение, то почему я должен носить обиду? Какое я имею право рассчитывать на прощение, данное мне во Христе, если сам в свою очередь не готов, не хочу и ищу причины оправдать себя, чтобы не прощать. И Слово Божие не дает мне никакого оправдания. оно как меч обличает, проникает, разделяет, разрезает. Оно приносит боль, но это боль, которая принесет исцеление. Посмотрите сегодня на ваши отношения. Какие бы ни ни были семейные или отношения в церкви, посмотрите, что привело их сегодня к разрушению, что вызвало ваши ледяные отношения друг с другом. И может быть пришло время поговорить, исповедоваться, и простить. Поговорить, исповедоваться и простить. Как Бог во Христе простил нас. Давайте сейчас помолимся. Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобою. я хочу сказать, Господь, что это нелегкая для меня как человека тема. У меня нет внутренних способностей возможно прощать, миловать, потому что грех, он изменил нас. но мы пришли к Тебе. Мы приняли Твою благодать. И Ты Духом Святым излился любовь в сердца наши. И в Тебе мы можем сегодня пережить истинные изменения своего характера, своего сердца. я снова и снова понимаю, что без Тебя я не могу делать ничего. И поэтому даже здесь в вопросе моих отношений с моей женой, с детьми очень важно, чтобы я помнил о Тебе. И обращаясь к Тебе, я прошу, чтобы мое сердце, оно было открыто к прощению, примирению. Потому что и Ты во Христе примирил нас с Отцом, Бог. Потому что и во Христе мы некогда далекие стали близкими. И потому что Христос дал нам служение, примирение. Я молюсь, Господь, о том, чтобы мы увидели причину той боли, которая есть у нас сегодня в отношениях. Я молюсь о тех людях здесь, братьях и сестрах, которые, возможно, нуждаются в практических шагах, Господь. Я молюсь, чтобы они услышали Твой голос сегодня в своем сердце и нашли время сесть со своими супругами и откровенно поговорить. поговорить поговорить не превозносясь, но поговорить для примирения. Научи нас, Господь, признавать свои ошибки и вину. Научи нас не превозноситься, но иметь те же чувства, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого. Мы часто пытаемся искать правды, а все, что нужно, это просто смириться. Потому что мы все бываем виноваты. И наши отношения в семьях, они не строятся на вине одного, но мы часто Господь обвиняет других, пытаемся выгородить себя, но мы также виновны, Господь, в причиненных обидах нашим близким. И научи нас, Господь, чтобы мы были смелыми, действительно зрелыми, признавать свою вину и исповедоваться друг перед другом. И как результат просто простить, встать на этот путь прощения, на эту дорогу, она бывает нелегкой, Господь. Но в конце этого пути всегда есть солнце правды. Это знание того, что и ты во Христе простил нас. Я молюсь, Господь, о том, чтобы наши отношения, они исцелялись, Господь, исцелялись той благостью и милостью, которая дана нам во Христе Иисусе. я молюсь, чтобы слово твое, оно обильно вселялось в нас, в наши сердца, в нашем разуме, в наших отношениях, чтобы это слово, оно принесло нам в нас плод в 30, 60 и 100 крат. благослови каждую семью здесь, в этой церкви, там, где я служу, Господь. Благослови тех, кто сегодня проходит времена кризиса, я молюсь особо за эти семьи, Господь, которые уже сегодня находятся в этом состоянии выживания на минном поле обид, ран, гнева, мести, страха, вины. Я молюсь, Господь, чтобы Ты сегодня начал процесс исцеления в этих семьях, чтобы они обратились к Твоему Слову, и оно, как исцеляющий бальзам, заживило все те раны, которые сегодня существуют. Я молюсь, Господь, чтобы Ты показал нам этот путь победы, жизни, которая неизменно дана нам, надеющимся и верующим в Тебя. Благодатью мы спасены, и сияние от нас Божий дар. И пусть эта благодать, она наполняет нас, живет в нас, направляет нас, благословляет нас, исцеляет нас и дает нам победу. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, мы молились. Аминь. Христа, 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 христа,